Уважаемые студенты, мы продолжаем изучение курса «Современная США». И сейчас я хотел бы сделать дополнение ко второй видео лекции нашего курса. Я уже говорил, что в правилах записи видео лекции произошли изменения. И вот мы должны с вами поговорить немножко о литературе, которая использована при подготовке курса и данной конкретной темы. А также я должен задать вам несколько таких вопросов контрольно-проверочных на закрепление. Что касается литературы, то есть по истории США написано, переведено в том числе на русский язык десятки, сотни книг, монографий, учебников. В общем-то, в списке использованной и рекомендованной литературы, которые есть в учебно-методическом пособии по этому курсу. У меня что-то порядка семидесяти наименований. Это и издание на английском языке, очерк американской истории «An Outline of American History» и несколько известных учебников. Учебник Дэвида Кеннеди, Элизабет Коуэн, Томаса Бейли, «The American Pageant, A History of the Republic». Учебник Джеймса Паттерсона, «America in the 20th Century», «Америка в 20 веке». Ну и переведенные на русский язык книги многих выдающихся американских историков, мыслителей, в том числе и знаменитого Айзека Азимова «Освоение Северной Америки», «Алана Аксель Рода» и многих других. Из отечественных советских, российских, казахстанских исследователей в первую очередь я использовал работы Эдуарда Мроща и Боняна, одного из крупнейших американистов современности. Он написал и христоматику по американской истории, и несколько работ по истории США, «Белый дом президента и политика» и так далее. Ну и самым, пожалуй, ярким представителем российской школы американистики является профессор Согрин, глава Ассоциации российской историков-американистов. У него есть и основатели США исторические портреты, есть учебное пособие по истории США, есть учебник политической истории США, вот, и множество новейших изданий, вот, буквально, прошлого, позапрошлого годов, и все это мной было использовано в преподавании. Кроме того, здесь и мемуары американских президентов Джорджа Буша, Барака Обамы, здесь работы Дмитта Возбигнева-Бжезинского, интереснейшая книга кандидатов президента США Патрика Джорджа Бьюкина «На смерть Запада», вот, и несколько сильных работ по истории американской культуры, Кузнецова-Уткина «История американской культуры», книги о развитии цивилизации в Америке, «История страны Джона Маккинерни», книги Малькова, Нитабург, Молчанова и многих-многих других, их печатного, выдающегося американиста российского. Словарь «Американская история» очень интересный, под реагацией Тони Пёрвиса, я тоже использовал, и «Инфобедический справочник» современной США, а также ряд веб-сайтов, в том числе Стэнстонского университета, веб-сайты по американской истории, культуре. Использую я и некоторые свои работы, это статья «Иммиграция в Новой Англию. Русский след в истории штата Коннектикут», свою монографию о 31-м президенте США Герберте Гувере, есть книги по Конституции США, есть замечательная книжка Чарана «Нью-Йорк. История безумного города», курс лекций по внешней политике США Бориса Анатольевича Ширяева, книга выдающегося американского историка Артура Шлезингера «Цикл американской истории», ну и несколько работ тоже очень известного американиста Николая Николаевича Яковлева, который написал биографию Джорджа Вашингтона, учебник издал по новейшей истории США, и написал замечательную книгу у Франклина Рузвельта под названием «Франклина Рузвельт. Человек и политик». Таким образом, вот список литературы достаточно обширный. На семинарах мы с вами подробнее поговорим об этих работах. Кое-что из них я вам буду рекомендовать к более детальному изучению. Ну а теперь пора задавать контрольные вопросы именно ко второй видеолекции. Итак, первый вопрос. Какой период в американской истории называют колониальным? Нужно обозначить химологический рамок. Второй вопрос. Что такое метрополия? Вы должны это знать. Третий вопрос. Кто дал название Новая Англия, частью Атлантического побережья Америки? Четвертый вопрос. Кого американцы называют отцами-основателями? И когда они основали город Плимут? Или поселение Плимут? Да? Скорее. И последний, пятый вопрос. Кого из американских просветителей, создателей американской идеологии, вы знаете? Итак, готовьте ответы на эти вопросы. Благодарю вас за внимание.